Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Саша, Сонечка, сегодня у нас с вами финал. Это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этой неделе. Вы готовы сегодня соревноваться? Да. Отлично. Сегодня вас ждут нелегкие испытания, но вы себя уже показали, как сильные соперники и практически равные бойцы. Пока лидирует Саша, но выводы делать еще слишком рано, потому что сегодня финал, много возможностей заработать фишки, поэтому посмотрим все-таки, кто станет победителем, пока не будем делать никаких предположений. Тема нашего разговора сегодня, как и в предыдущие дни, это «Правила дорожного движения для детей». И сегодня, ребята, мы с вами попробуем ответить на вопросы теста. Но для начала вы мне скажите, знаете ли вы, что такое тест? Что такое тест? Тест – это такая проверка, когда даешь ответы на вопросы, и потом только когда ты сделал весь тест, ты видишь, правильно ты его сделал или нет. Так, да, Саша, ты имеешь представление о том, что такое тест. Вам через несколько лет, ребята, придется столкнуться с тем, что такое тест узнать, потому что очень многие экзамены сдаются в форме теста. Но мы начнем привыкать к этому уже прямо сегодня с вами, так? Итак, тест – это когда задается один вопрос и дается несколько вариантов ответа. Давайте попробуем на самом простом примере по правилам безопасности, так? Итак, на какой свет нужно переходить дорогу? И три варианта ответа я вам даю – красный, зеленый либо желтый. Вы что выбираете? Зеленый. Зеленый. Правильно, совершенно верно. В общем, понятно вам, что такое тест, да? Тогда я предлагаю приступить к решению теста. Итак, каждому из вас я даю по три карточки, и здесь три варианта ответа. Вам необходимо на скорость быстренько это сделать. Вот я вам ручечки даю. Как только справитесь, кто первый справится, сразу говорите – я готов. Один правильный ответ будет стоить три фишки, и две фишки за скорость. Так что старайтесь. Давайте, держите, по моей команде. Марш! Начали! Читаем вопрос, находим правильный вариант ответа. И так со всеми тремя вопросами. А можно, если… Можно цифры обыкнуть? Давай, давай, можно, Саша, как угодно. Птичка, не теряй времени на разговоры, лучше делай быстренько, писать ничего. Не нужно ничего писать. Отмечаешь правильный вариант ответа, Соня. Вот, один из этих вариантов является правильным. Ты должна или обвести в кружочек, или поставить галочку, каким-то образом цифру отметить. Я готов. Так, ну, фишки за скорость получить, Саша, Саня. Соня, ну, ты должна справиться, поэтому давай быстренько, мы тебя ждем. Отмечай правильный вариант, какой ты считаешь. Следующий вопрос, Сонечка, быстренько, быстренько читай вопрос и ищи ответ. Ну, главное – правильно справиться. Сейчас мы проверим, как это сделала Соня и как это сделал Саша. Давай, Саша, мне свои вопросы. Сейчас я буду с тебя. Начнем проверку. Отлично, Соня, молодец. Насколько молодец, сейчас проверим. Итак, первый вопрос, Саш, прочитай, пожалуйста, первый вопрос. Можно ли детям кататься на роликах рядом с проезжей частью? Какой ты выбрал ответ? Читай. Нет, это очень опасно. Верно, молодец, Саша. Правильно сделал. Здесь Сонечка тоже выбрала этот же вариант ответа. Здесь вы молодцы, все хорошо. Второй вопрос, Соня, прочитай ты, пожалуйста. Можно ли детям кататься, уцепившись за кузов автомобиля? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Правильно. И Саша также ответил. Молодцы, ребята. Саша, ну и последний вопрос тоже прочитай ты. Что делает неправильный ребенок, переходя улицу на красный свет? Третий подвергает свою жизнь опасности. Конечно, и Сонечка ответила точно так. Ребята, какие вы молодцы. Ну просто очень меня порадовали своими правильными ответами. Умнички. Поэтому зарабатывайте много фишек. Сонечка, три за все свои правильные ответы. А Саша, за правильные ответы и за скорость, пять фишек. Итак, получайте. Так, ребята, первый конкурс завершен. И сейчас самое время для встречи с нашей хорошей знакомой, экспертом по дорожной безопасности, тетей Олей. Она уже с нами вышла на связь. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Кто на финишной прямой идет лидером, я пока не знаю. Но заранее желаю вам успеха. А сейчас мы с вами вместе отгадаем загадку. Какой самый страшный автомобиль? Как вы думаете, ребята? Стоящий. Не стоящий, а тот, который быстро ездит, не смотря вперед, не смотря, что переходят люди на зеленый свет. Так, разные варианты ответа. Давайте-ка послушаем, какой ответ правильный есть и среди них правильный. Самый страшный автомобиль тот, что стоит. Вроде и не едет вовсе. Можно сказать, и не машина, раз не двигается. Что здесь опасного, скажут многие. Если мы выйдем на дорогу из-за стоящего автомобиля, то мы можем угодить под колеса проезжающие мимо машины. Запомните, ребята, никогда не выходите на дорогу перед стоящим автомобилем. Можно только сзади. И то надо дойти на расстояние, чтобы дорога была видна в обе стороны. Пришла пора нам прощаться с вами, ребята. Не забывайте, что в этой игре вы оба победители. Теперь вы будете знать намного больше о безопасности на дорогах. Берегите себя и до новых встреч. Итак, ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс финального дня соревнований. Тому из вас, кто очень внимательно в протяжении 4 дней слушал нашего эксперта по дорожной безопасности, тетю Олю, справиться с моими заданиями будет намного легче. Я буду вам задавать вопросы, а вам надо будет максимально полно на них ответить. Полный ответ будет стоить 3 фишки. Если дополняет соперник, то 2 фишки из 3 переходят в его копилку. Итак, кто начнет первым отвечать? Саша. Хорошо. Саша будет первым. Итак, Саш, первый вопрос. Какой переход считается более безопасным? Зебра или по светофору? По светофору. Правильно, Саш. Молодец. Второй вопрос для тебя, Сонь. Что такое ловушка для пешехода? Ловушка для пешехода. Это когда пешеход идет, а машина, ну, с этой стороны машина остановилась, а с другой машина, либо у него тормоз, у этой машины тормоз заел, она не может остановиться, либо она просто... Не видит, что приближается человек, да? И наезжает начально на человека. Правильно, Сонь, да. Когда по одной полосе едет машина, она остановилась, нас пропускает, и мы начинаем уже движение. А приближающаяся по другой полосе может и не заметить нас, и мчаться. Поэтому мы должны быть очень внимательными и смотреть. Подходя к другой полосе, посмотреть, если машина, если что, пропустить, и остановиться. И только потом спокойно продолжить движение. Молодец, Сонечка. Все запомнила. Большая молодец. Держи три фишечки свои. Следующий вопрос твой, Саш. Что такое мертвая зона? Мертвая зона – это там, где водитель не видит сзади пешехода, который может отойти. То, что скрыто от глаз водителя, и еще то, что он не видит где? В чем? В машине. В машине он не видит сзади, не все, не полностью. В чем не видит он? Куда обычно водитель? В зеркалах. В зеркалах он не видит. Правильно, Саша, то, что скрыто от глаз водителя, и то, что он не видит в зеркалах. Молодец. Вспомнил. Запоминайте, что такое мертвая зона, чтобы вы знали, если вас спросят об этом. Итак, последний вопрос, Соня, для тебя. В чем опасность стоящего автомобиля, Соня? В том, что мотор может резко завестись. Ну, мотор может резко завестись и поехать. А ты в это время будешь идти по пешеходу. Когда машины все тебе остановились, ты будешь начинать идти, и машина может тебя сбить. То есть бить. Правильно, Соня. Это кажется, что нет никакой опасности, если стоит просто машина и в нерабочем состоянии, неработающая. Но это очень опасно, потому что человек, если выходит, его не видно за машиной, а приближающаяся машина не видит. Вот, поэтому нужно выходить только за машиной, и то на расстоянии, чтобы была видна вся дорога, да? На расстоянии от бампера. Да, от машины, да, Саша, совершенно верно. Молодцы, ребята, все запомнили. Я очень рада, довольна вашими ответами, потому что вы запомнили все, что говорила тетя Оля. Давайте сосчитаем, сколько фишек сегодня вы заработали, и подведем итог нашей битвы. У Сонечки 9, а у Саши 11. Того, ребята? Не подглядывайте. Сохраняем интригу. Итак, ребята, по итогам четырех игровых дней победителем у нас становится, правильно, Сонечка, ты правильно указываешь на победителя. Это Саша, у него 62 фишки, и почетная Сонечка второе место в очень упорной борьбе, хочу я вам сказать, занимаешь ты, у тебя 54 фишки. Я вас поздравляю, ребята, с победой, и хочу вручить вам подарки, которые вы заработали. Держи, Сонечка, это тебе, поздравляю. А это, Саша, тебе. Но самое главное, ребята, это даже не эти подарки, а то, что вы сейчас о безопасности знаете намного больше. Я вас поздравляю и желаю вам успехов, и жду встречи с новыми участниками, а место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока, ребята, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова